Всем добра и здравия, дорогие друзья! С вами Ктархонт и это Европа Universalis 4 и прохождение за Османскую Империю. Стартует новое прохождение в моде Russian Universalis. Ссылка на этот мод будет в описании, чтобы подписаться в Steam. И также ссылка будет на группу разработчиков этой игры ВКонтакте, где вы можете бесплатно скачать ее на пиратку или знакомительную версию, как ее часто называют. Мод расширяет временные рамки. Новые у них стартовые даты 1309 год 9 марта. Естественно, они карту прорабатывают. Есть, конечно, косяки, но на данный момент она уже более-менее играбельная. Делали юаньскую манчжурию. Вот это все юань, который будет распадаться и образовываться в нем новые династии. Это очень хорошо. Крупные, как видите, Золотая Орда и Ильханат, тоже которые подвержены распаду, но Золотая Орда часто стоит. И это очень-очень мощно. Естественно, мой выбор пал на Османскую Империю, потому что я очень люблю эту страну. Оригинальной игре, потому что это просто имба имбущая, которая, конечно, немало раз менялась понемногу, но в целой имбой не перестала быть. Здесь же в этом моде Османская Империя представляет собой вот эту маленькую одну провинцию с 18-ю развития. Рядом куча великов разнообразных, которые в том числе являются данниками, либо будут Ильханата. И рядом крупная и сильная Византия. Но, к счастью, с ней можно разобраться, но вот много не заберешь, к сожалению. Ну, хотя бы как есть. Поэтому стартуем за Османскую Империю. И еще интересная кампания за Византию. Может быть, за нее мы на стриме погоняем с вами против османтами сдержаться. Так, по мелочи, что-нибудь еще. Играть мы будем с вами без Айронмена, потому что я, скорее всего, буду пересеиваться нередко. Все-таки тяжелая партия. Если кто-то не верит в то, что я не использую читы или не использую, это ваша проблема. Я без них играю. А там уж надумывайте себе, что хотите и как хотите. Как говорится, Айронмен это тоже не защита. Сколько багофиксов каждый раз всего от этого выпускают на видео. Просто я офигеваю. Чуть ли не в каждой патче что-то новая лазейка какая-то уже выходит. И с каждым разом их все больше и больше этих лазейок. И, конечно, с одной стороны, ну да, как бы, понятно, что косяков будут и сложно их сразу же понять. Но когда их так много, и первое некоторые перекатываются из обновления и в общем доступе. Но это странно, что сразу же не делал. Ладно, не будем об этом, мы к компании переходим. Сразу же у нас правитель Осман, очень хороший, 5-4-6, но ему уже 51 год. И это явно, что он скоро умрет и Арханна прислал войдет. Он грешник. В целом негативный фактор, но для нас с вами вполне себе приемлемый. Эффективность миссионеров и стоимость технологии. Очень хороший. Если бы он прожил еще лет 5-7, вообще было бы ему цены не было. Но тут как выйдет. Вводим систему, которая нам позволит увеличить число рекрутов в плюс 10. Она надолго останется и будет бонусом до конца. Введем благочестие, которое увеличит. Благочестие и благочестие. На данный момент, кстати, по дневникам разработчиков, на данный момент вышедшим, благочестие и неблагочестие заменят на мистицизм и на веру. Я не помню, как... Ну, короче, на какую-то веру. В том числе у графа. Это то, что там за сжение книг благочестия имеет все такое, сделав более-менее интересным. Сумизм. Соотношение кавалерии плюс 10. Шанс на нового наследника. Думаю, многие знают. Идея османская. Это 5 дисцы и вертерпимость к изыщникам с самого начала. Ну и, конечно же, стандартные османские идеи. Кстати, еще до сих пор с минус 33 от милетов. То есть оставили старые идеи. Вот это очень мощно будет. Минус 33 для нас. Но для нас другая проблема. Мы мелкие. Вот в чем. И как бы здесь будет это явной-явной нашей подоплекой. То, что такими мелкими коалицию сорвать можно будет очень быстро. А это не есть хорошо. Так, по дипломатии мы выставили себе соперников. А теперь надо решать, с кем нам союзничать. Давайте посмотрим на карту союзников. Кто с нами вообще хочет. Смотрите. Да, 4 державы рядышком. Это Эретна. Это Айдым более-менее. Сарухан и Монтешен. Так, ну я сразу же забираю Эретну. Союз. Предложить военный. И по дипломатии. Кто там еще с нами хотел? Айдым, да? Айдым у нас где? Вот. Но Сарухан еще. Этот вот маленький. Каресси не хотят, да? Военный союз. А вот Айдым хочет. Давай пока с ним династический брак. Возьмем. Так, торговца мы ставим в родной узел. Он немножко, но увеличит нам прибыль. Второго я даже не знаю куда. Ну давай перенаправлять сюда. Вот тоже небольшой бонсетто должно дать. Но вообще копеечный. Нам как-то много от этого не будет. Запрет на алкоголь и табак. Мы можем получить эффективность производства до конца смерти. Но терять стапку и дипачки сейчас не лучшая идея. Мы можем стереть соседнюю территорию. Да? Враг нашей угрозы сделать. Повысить престиж. Так, берем. Стреть эту территорию. Нам, к сожалению, не упало задание на византийцев. Это не есть хорошо, но живем как есть, чем есть. Так, у нас с вами есть войск пять. Давай берем две пехоты еще. Да, нанимаем. На оставшиеся деньги можем кого-нибудь потом взять. Так, естественно, понятно, что гильдии к нам относятся, мягко скажем, не ахти. И у них нам ничего такого и нету в целом. Ничего они нам не дадут. Советник над беспорядки. Организация депрепутации. Боевой дух армии. Кстати, он, боевой дух армии, она может быть и сыграет свое тело. Запускаем время. Должен ивент вначале проткнуть. Ага, у нас с вами Хатун. Ясмин. Айдиногулар. Три пять два. Между прочим, хорошенькая. Вот вопрос. Когда он еще проткнет. Тоже мне. Так, это... А, можем убить войну, кстати, да? Прекрасно. Только это же соперник. Все логично. Так, интриган. Золотый век сразу наступает. Много стран. С одной стороны, это, конечно, да, удобно им сейчас бонусы. Но с другой, слишком рисковно. Да, призыв к войне. Прекрасно. Получаем претензии на три территории. И кроме того, призыв к войне. Мы слава турецкой армии получаем. Подразделение будем получим. И военное время на пять лет. Доход от налогов плюс 96. Боеводух армии плюс 10. Скорость налогов плюс 50. Лимит армии плюс 95. Содержание армии наемников минус 75. Стоимость пехоты кавалерии минус 50. И мощь кавалерии плюс 25. Ну, просто жесть. Конечно, дивизии на сей раздают нам меньше. Обычно до этого вроде бы давали побольше. Да, Осман, как видите, хороший правитель. Даже на осаду. Поэтому давайте ему воспользуемся. Кстати, единственное место, откуда они могут пройти, это вот эта вот территория. Поэтому мы можем вполне себе грамотно в ней встать. И к нам вообще по логике никто не должен пройти. Но сюда еще и Сербия вступается. И видите, сколько. Введение системы Тимариотов. Смотри-ка, до 28 года. Но, конечно, сейчас админ военные очки это хорошо. Но, по-моему, это немножко рановато. Это мое мнение, конечно же. Оно с вашим может отличаться. Но, по-моему, это так. Отзываем шпионов. И давай-ка мы будем сюда очень опасно. Нам бы тут просто объявить войну. Сюда вступается в союзник вот этот. Вступившись в союзники вот этот, вот нам подгадят в плане войны с Византией сейчас. Видишь, как опасно. Можно было бы напасть, но он вступает, и тогда виза может пройти. А если виза может пройти, то это очень плохо. Скажем, мягко для нас. Очень-очень-очень. Так, ага. Мы можем еще два отряда нанять. Нанимаем два отряда пехоты. Давайте, наверное, даже один отряд наемников все возьмем. Можем позволить. Можем. Даже, наверное, давай два все-таки. На один. Ладно. Хотя нет, второй сейчас тоже взлетит. Чтобы сэкономить немножко на рекрутах. Иначе будет очень сложно. И тяжело. Поэтому делаем так. По деньгам у нас вообще прирост хороший. Тем самым мы можем себе сейчас взять советника на боевой дух. И по военному делу мы смотрим. То, что у нас дисциплина 105. Боевой дух 1.69. Рамадан. Карта религий. Отказываюсь. Потому что дебаф такой мне сейчас будет неприятен. Сами понимаете. Плюсы плюсами, минусы минусами. То есть минусов здесь хватает. Так, ну смотри. 16. О, ну делается, кстати, в атаку. Красава. Но осман здесь должен сдержать. Смотри. В целом в этой битве мы побеждаем. Минус 2 все-таки решает. И плюс 6. К сожалению, мы ни в каком роде не можем пробраться. То есть нас просто блокируют. И даже при самом большом желании мы напасть здесь не можем. Можем попросить правопрохода. Тем самым забрав у них эту крепость. Но если мы их пустим сюда, то у нас слишком большой риск в том, что мы уже их не отобьем атаку. Вот так вот легко. А здесь, к сожалению, ждать очень долго можно. И жди, не жди, много не получишь, к сожалению. Поэтому пока мы можем рвануть куда-нибудь в атаку. Скорейся, союз, да? Давай рискнем. То есть почему бы не рискнуть и не атаковать соседов. Вообще очень опасное дело, конечно же. Но почему бы и нет. Резко выбиваем эту армию. И сейчас к нам еще одна армия. Приходит тоже, которая отлетает. В целом ожиданиями, но все сыгралось нам на руку. Здесь Айдын, да? То есть... Давайте два отряда наемничков. И я хочу еще взять наемников. Один отряд. Так вот. Нам можно чуть-чуть превысить армию. В целом это сильно на нас не скажется. Заодно хоть будет возможность подстраховки. Так, нацидея. 15 тысяч пошли, да? Вы видите? Так, а сейчас смотрите, что будет. Сейчас очень рискованное дело, на самом деле. Но тут смотри, тут пока нету этих. Тем самым можно неплохо разжиться, да? То есть в бурсе можем встретиться. Сюда тоже давай разделим всех, кроме... Так вот. Встречаемся в бурсе. Ой, 12 тысяч сербских мишек. Есть! Есть контакт! Так, 20 февраля, 13 февраля. 27, как ты видишь? Но мы решаем. Да, мы решили сербских мишек. Хотя очень тяжело с большими потерями. Но мы их откидываем. Как ты видишь. Давай семерку сюда. Остальных вот сюда вот. Мишки сербские улетели. Бай-бай, скажем вам. Бай-бай, бай-бай, бай-бай. Еще какой. Теперь нам надо быстренько с захватами разобраться. Время-то идет, а... Тяжесть не уменьшается. Все это действие. Так. Противник разжил торгового в Константинополе. Ангора. Понятно, что было бы отсюда классно выгнать сербов. Ну, то есть, чтобы они нам не сопротивление не оказывали. Но ты сам понимаешь, что никак я это не сделаю. То есть, они не согласятся на это до поры до времени вообще никак. Берем еще два отряда наемников. Чтобы наша армия была более-менее подготовлены к следующей встрече. Знаешь ли, мы уже будем готовы намного сильнее и лучше. Да, конечно, восстановить бы их дать бы. Дать им восстановиться. Но вот нет такой возможности сейчас. Так, экономика еще позволяет. Поэтому давай еще больше наемников. Как бы эта война должна стать именно такой вот настоящей. То есть, затребовать от нас очень много сил и всего остального. Но зато в будущем дать нам подспорья к дальнейшему развитию. Так, союзе с Оретной. Да, ну, Оретная, конечно, нам здесь не сдалась. В плане того, что нам бы с ней сейчас в союзниках быть. Но никак не во врагах, да. 15 дивизий, да. Смотри. Ага. Он сейчас опять попадается на ту же самую ловушку. В бурсу идет. Там опять же мишки, да. То есть, опять же, эти самые мишечки к нам подлетают. Мы к ним тоже подлетаем. Я тут вижу то, что можно сделать. Созвать советы. Потребовать помощи 50 очков. И понять, что нам все равно не хватает. Ну, ладно. А можно взять вот так вот админочку. И взять идею на военку. Есть какая-нибудь интересная военная идея, чтобы она сразу же прям вот выдвинула в плюс качество, да. Прекрасно. Почему бы и нет. Берем качество. И смотрим сейчас, как наши дивизии еще стали крепче. Ну-ка. Инус один, конечно. Но опа-на, опа-на. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, погоди. Вот это вот сейчас рискованно. Может быть. Так, 4 пришло. Все. Нормально. Есть чем закрыть. И дальние ряды не так сильно страдают. Прекрасно. Тяжело, но прекрасно. Признаюсь, тяжело. Времена нужды. На управление страной научиться. Одного из генералов нужно рекрутов в армию. Вот да. Вот рекрутов в армию сейчас вообще не помешает. Вот серьезно. Мы уже не можем, да, поднять ополчение. А, тут надо много всего. Это вот, кстати, дико то, что до сих пор держит. Нарушение обещаний. Ну, ты до раза. До раза. Ну, ты до раза, знаешь. Звучит так. Ну, ты до раза. Так, прекрасно. Все. Наши войска вместе соединяются и в Коджаэлю. Тут мы можем их придержать. Притом неплохо. Можно вообще полностью захватить. Но знаешь, что тогда рискованно? То, что я могу здесь уже потом не выйти. И атакуя с двух сторон это будет слишком рискованно. Поэтому я делаю стандартную вещь. Да, я, конечно, тем самым не могу разобраться с той территорией. Но что поделать. Ой, а как плохо-то. Как мало монет-то можно собрать. Ну, давай. Я как бы можно побольше. Почти к соточке подойдем. Деньги лишними не будут. Инфляция, конечно, подрастет. Но. Так, и того плюс две провинции у нас уже с вами есть. Прекрасно. По-моему, вообще классно. Единственное, что национализировать не можем. Стоимость тут вообще жестокая. Жесточайшая, прямо бы сказал. Так, 33, да? Ой, как долго. И как долго сервен прейс набрать еще воинов. Но это, к сожалению, дебафы даст большие. Завоевать Родос на данный момент это, конечно, глупое задание. И с Ментэше, да? Там можно повзаимодействовать. Сейчас вот самое опасное, что они могут сделать. И, скорее всего, они сделают. Вот это они пойти в атаку отсюда, да? Ой, как это будет для нас плохо. Ну, что поделать. Так. Ты отзываемся, шпионов. Так, здесь можно поднять уровень автономии. И, в целом, соунизм запустить. Так. Ну, понятно, что византийцы при всей своей храбрости и доброте не хотят выходить. Продолжение нанять кондотеров. За 2,30 нам предлагают. Ну-ка. Ага, прекрасно. Только ты это давай в битву-то иди. Нет? Нет, ты в бой не собираешься? А, нет, собирается. О, красава. Ой, а мы сталкиваемся с медведями. Ну, как с медведями? Сначала с визами. Ну, виза отлетела просто моментально. Что у нас здесь? Осада идет, да? Притом, неплохо идет. Мы можем, кстати, взять наемника. А еще мы можем взять с тобой эффективность миссионеров. Нету такого. Жалко. Я хотел еще наемничка одного взять. Потому что сейчас проблемы с рекрутами, как видишь. И... Жалко их очень. 15,4. Все, хорош. Вот, наемник подлетел. Еще давай наемника. Даже, наверное, двух. Как раз хватает. И я хочу убрать вот эту вот армию к чертям. Ну, давай ее пока поставим сюда. Так, нам Айдин еще хочет. Вообще за ноль. Давай. Опа-на. Снижение стабильности из-за смерти нашего правителя. Но мы более-менее быстро это решаем вот так вот. И тем самым у нас вполне себе пока жить-то можно. Прекрасно. У нас с армией просто, вот знаешь ли, упейся хоть. Ну, реально. Армии у нас сейчас хватает с вами как ни крути. Только единственное, что у нас с командующими. Это Архана. Давай. И можно рисковать посмотреть на генерала. И 3, 2. Вполне себе, кстати. Маневрность чуть поменьше. Зато у него хорошо огневая мощь. Берем этого генерала и встаем здесь. Все. Здесь они уже пройти в целом не должны. Здесь то, что не нравится, что осада-то идет здесь так себе, да? То есть прям как бы намекает нам то, что сюда бы помощь. Так. Давай тогда тебя под командованием отправим сюда. То, что здесь генерала, я как вижу, нету. Нам полководец не помешает здесь. Так. Учредить шейху Леуслан. Изменение престижа у нас беспорядки. Стабильность. Итого 24. Да. Еще и не национализированная стабильность. Да. Ну, чуть осада полегче стала. Но как-то видишь, что тут крепость. Ой. Ой. Че это такое было? Часло дьявола. 6,6. Вау. Мощь пехоты. Плюс 10. Ой, как классно. Какой хороший бонус-то, знаешь ли. Прямо вовремя. Прямо вовремя. Вот без вопросов. Вовремя дает этот бонус. Для торговой монополии. А мы почему не можем поднять ополчение? Влияние беев должно быть больше 40. Ну, тогда мы тут уйдем немножко не туда. Да. Смотри, если я дам им беем, то мы получим 27,5. То есть, вообще жесть, по-моему. Здесь скорость есть 1,9. Ну, 2, да. Он показывает 2 типа процента. Это, конечно, мы все знаем, что эти 2 это 2. Ни о чем. С Айдыном, да, Союз? Тяжело. Тяжело здесь будет. Ну, ладно. Он ничего отдать просто не хочет, пойми. А мириться на чистоту? Фу, нет. Не надейся. Я хочу у тебя крепость забрать. Так. Теряет влияние. Плохо то, что мы, конечно, потеряли этого. Который у нас был. Ну, конечно. Давай. Сейчас еще надо... Да что, серьезно? Просто самоубивается. То есть, он просто раз за разом к нам приходит и самоубивается. То есть, даже сербы уже на данный момент все прекрасно поняли. Никуда не торопится. И сербы сидят такие, типа. Ну, зачем? Ну, смысла уже нету. А, он идет. Это странная идея с его стороны. Ну, ладно. Делай. Я буду тебя раз за разом отбивать. И на чары. Админка либо дипка. Админку. Берем. Админку. Админка и того. В целом, жить можно, да? Надо бы военную теху. Кстати, мощь еще неплохая здесь. Так. Ну, сейчас нам остается только ждать с вами. Больше нам что делать нельзя. Пока промежуточные претензии здесь сделаем. Чтобы после войны у нас была возможность сразу же, можно сказать, в атаку пойти. По-моему, это хорошая идея. Единственное то, что от надежды знаешь, то, что сербы отлетят куда-нибудь. Вот ты не хочешь с нами мир? Я даже что-нибудь тебе готов отдать. А ему ничего от нас просто не надо. Выплата репараций. Даже выплата репараций. Не знаю. Стабильность, инфляция. Инфляцию. Ой, болючую. Получаем. Ну, что поделать. Отбиваем. Опять же. Просто без проблем. Ну да, даже уже у Сербии, как видите, усталость 3 и 4. Это должно сказаться в будущем. Но мы с помощью вот этих мальков, которые нам принесли свою армию, просто неплохо сейчас разживаемся. То есть, можно сказать, все благодаря им. Все с помощью них захвачено. Так, распускать я его не буду. Я сейчас просто объединю. Потому что глупо терять эти войска. Эти войска. Возможные требования. Смотри. Он готов отдать две территории. То есть, вот и вот. И еще Балу. Ну-ка, если я сюда захочу, то тут нехватка. Не то, что мы не взяли крепость. Да. 52 нам чуть-чуть не хватает. Но, в целом, можно постараться тем самым забрать. То, что Балу здесь православие. Православие здесь у нас тоже православие. Но здесь, смотри, важность здесь ногами. Незначительный центр торговли. Еще незначительно устье реки. То есть, сам по себе, с угла вот эта крепостная. Очень интересно в будущем. 52 в целом небольшая разница. То есть, тут разлет буквально, ну, девяточка. Думаю, при грамотном распределении. Сейчас должны мы их осилить. Прекрасно. Меньше войск. Ну, вот. Я же говорю при грамотном распределении. Сейчас еще раз отшотаем. Престиж казна. Отшотали. И вот. Пожалуйста, уже готов. Ну, как говорится. Чуть-чуть-чуть подождать, и все будет. 61. Тоже подождать можно. Но это уже смысла особого не имеет. Поэтому оставляем все, что есть. Хотя, смотри. Сула, Балу. Да, будет возможность захватить. Можно, конечно, было бы как-нибудь иначе. Но тут уже сложно. Претензия отказывается от наших территорий. Можем, конечно, попросить. Но это дорого и, по-моему, как-то не особо важно. 2.30 монет лучше отобьем. Прекрасно. Итого, потеряв 23 тысячи рекрутов, мы убили 42 тысячи вражеских рекрутов. И отобрали себе северную часть. Но в большинстве своем. Неплохо. Наши, как бы это сказать, правильнее. Ух ты ж. А Монтэша-то тут чего? Монтэша, походу, немножко затерялся. И такой только сейчас осознал то, что жизнь-то не очень зашла. Не в те рамки вышла, да? Ну ладно. Ну ладно, как говорится, что тут поделать. Сверхрасширение очень большое. И нам не хватает прямо жутко, да? Как? Пока у нас есть экономика, мы можем с вами немножко порубиться. До какого, кстати, числа у нас? Достаточно недолгие, я думаю, у нас суждение сект. Военное время до 17 апреля 2014 года. То есть, по логике, нам остается совсем немножко. И объявить войну-то мы никуда особо не можем. Военный союз с Кандаром. Да, Кандар явно вступается. Не знаю просто, что его, скорее всего, пропустят. И наша армия, даже несмотря на наше количество, может не зарешать. Но давай рискнем. Вот давай рискнем. Вот реально, я сейчас рискую очень сильно. Но я хочу разбить их союз. И потом разрушить их отношения. Ну, почему бы и нет. Почему бы, собственно говоря, и нет. Так, у вас на это конденсировано, вы находитесь в мире. Вот позвать Айдиновские. И, конечно же, сейчас ворвемся в Караман. А, занять столицу. Мы не можем нарваться. Не можем. Так, встретиться Рухан. Остановить быстрое развитие Рухан. У нас вот эта вот территория. Прекрасно, кстати. Нам вовремя дали. Я думал на них сходить. Вот, идея вышла. Вовремя, как говорится, все пришло. Сарухан. Объявляем войну. Получаем возможность захода. Против нас коалиция. Вот это вот интересно. Валахия. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ага. Можем стать данником, кстати. Почему, собственно говоря, и нет-то? Так. Отделяем наемников. Отделяем один отряд от наемников. Ну, говоря, мы ему и поставим. И Айдын. Военный союз с Карресси, да? Вот они. С Кандаром. Прекрасно. Пока они трогать не будут. Можно, конечно, сейчас на Кандар сходить и разрушить, пока есть возможность. В целом, почему бы и нет, да? Уже есть такая... Дело прям заходит сейчас. Давай. Погнали. У нас еще есть почти год. Поэтому за этот год мы с тобой сейчас разживемся здесь. Просто как никогда раньше. А давай нового генерала. Ну, вполне себе. И объявляем войну. Просто и банально. Ретна не вступается. Ну, за это можно не переживать. Так, я пытаюсь сразу же обнаружить вражескую армию. Замечаю то, что он идет сюда. И здесь мы его ловим. И уничтожаем в ноль. Скорее всего. Так. Благочестие уменьшаем. В ноль уничтожаем. Теперь главный вопрос. Пустит ли враг... Вот именно. Пустит ли он сюда кого-нибудь. Поэтому, чтобы особо не рисковать, давай пока сделаю вот так вот. Ага. Пускает. Но ты видишь то, что здесь страшного ровным счетом-то ничего нету. Они идут сюда. Да, вот. И здесь мы их сейчас ловим. Прекрасно. Рекрутов не хватает. Но тут, как говорится, что поделать. Ковромовыми осадами мы пока не разжились. Не разжились. Так. Содержание наемников. Доступные наемники уменьшаются. Поехали сюда. Минус две. Погнали. Дальше. Вообще бы надо было зайти и уничтожить здесь. Давай пока особо не разлетаться. Ладно, остаешься, остаешься, остаешься. Ну, все, красава. Разделяем отсюда. Убираем сюда. Вот это вот 1,8 идет у нас с вами сюда. Здесь я вижу армию, да, которую надо выбить. К счастью, здесь пока рядышком нету армии союзной. Поэтому можем с вами спокойно разобраться. Ну, как спокойно? Более-менее. Сейчас отступит далеко, да. Отступает, к сожалению, очень далеко. Нехорошо. Совершенно нехорошо. Но поделать мы здесь ничего не можем. Валахия объявляет. Нух ты ж. Мы против Валахии, Весалия и Эпира. Валахия, Весалия и Эпира. Ну-ка. Так. Ну, это вот это вот тебе, да? Дивизия, вот эти войска. Так, ну давай, Караман. Возможные требования. Ничего не хочешь, давай, да? Договоры с Кандаром. Ага, прекрасно. Все. Вернуть нас в провинции нам он, конечно же, не может. Да и даже если бы хотел, бы не смог. Ну, здесь он нас посылает. Но мы можем делать выплату репараций. И чуть-чуть деньжат попросить, да? То есть цель войны рассорить нами с вами выполнена. То есть я вот именно ради нее все это делал. Выполнено. Союзов больше нету. Здесь все прекрасно. Наши войска идут сюда вот. Так. Теперь вопрос другой. С тобой. Белый мир, он, конечно же, плюет нам в личико. Говорит нет. Я тоже сказал бы на его месте нет и стоял бы до конца. Так, теперь вопрос. Право прохода есть ли у нас? Нету. То есть... А, нет, есть. Смотри-ка. Значит, враг чисто теоретически в скором времени может отсюда прийти. Это нехорошо. 24,7 как бы намекает на то, что мы здесь особо с тобой ничего не сделаем. Здесь надо бы три. Троих бы, да, надо? Ага. У нас еще экономика пока жива. Но это не скоро еще за... Недолго еще продлится, я бы тебе сказал, да? Соединяем. И видим то, что все не так хорошо, да? Как могло бы быть. Но давай рискнем. Единственное, плохо то, что войска-то стоят вон где. Что мы здесь особо ничего не можем сделать. Так, ладно. Пока здесь пошел захват. Здесь же пока мы стоим. У нас усталость от войны большая. Притом она еще растет. И мы потеряли с тобой этот бонус. Ой, да. Как классно. Наконец-таки. Я прям ждал, когда это произойдет. 24. Так, прекрасно. Он пришел. И вот вместе с тобой давай в атаку. 25. Смотри, 25 против... Ой. Против достаточно большой армии. Ну давай, поддержу я его. Посмотрим, что и как. Ты идешь сначала на Болгарию, да? Ну смотри, в целом я думаю то, что Висфисалия и Пиры должны быть заняты. И чисто не могут сюда пройти. Но то, что он делает, это очень опасно и рискованно. Опа-на. Опа-на. Че я вижу? А я не успею. Даже при самом моем большом желании я просто не успею. А нет, успеваю. О, боже мой. Че сейчас будет здесь? А он не успеет. Или успеет? Вообще, нашего СК пока держится. Но наемников я здесь нанять нигде не смогу. Обидно. Обидно, обидно, обидно. Продержал как мог, но он не хочет идти в атаку. Ох ты ж, ешкин-то матрешкин. В итоге он хочет, чтобы я передал национальную османскую валахию. Валахия. Ну-ка. Что-то он как-то слишком хорошо согласился. Хочет, чтобы освободить державую герму. Все? Серьезно? То есть он согласен, честно, на такую мелочь, чтобы я отдал одну территорию? По-моему, это самое легкое задание, которое мне только могли дать. Я могу, кстати, здесь сделать вполне себе хорошую вещь с беями. Но пока у меня есть возможность поднять ополчение. Ну и, конечно же, согласиться на его условия мира. Смотрю и не вижу. Что-то не так. Да, думаю. Выбыл-то репарации, освобождение Германиана и... И небольшой заем, да? Прекрасно. Итого мы влезли в займы, но мы живы. Неплохой раскладик, я бы сказал. Ну, не идеальный. Но сейчас деньжатки мы отобьем с тобой. Ну, все. Как бы с деньгами мы никуда не влезли. Это вообще... Это железно, это прям хорошо. Вот прям вот спокойствие. Только спокойствие, но все хорошо прям. Вот лучше некуда. Так, теперь что у нас с армией. Ну, во-первых, здесь явная... Явный Ахтунг. Но что поделать. Ладно, ребят, давайте на этом первую серию заканчивать. Ну, мы начальную стадию сделали. Даже коалицию выжили. Теперь надо сделать стать... Стать данником. Но тут Ильханат воюет, к сожалению. Чуть-чуть подождать. Когда Семеретий, он закончит войну. Становимся данником. И начинаем кушать без проблем. И без всяких там жалких коалиций. Благо, это возможно. Притом, эти коалиции скоро отъедут. Но мы с вами, можно сказать, малыми, малыми, малыми. Очень малыми проблемами сейчас отделались с вами. Ну, как смогли. Госпиталеры, да? У нас тут претензии на войну с госпиталерами. Но это, видишь, с Венецией. Вместе взаимоотношения у них. И здесь явно как-то, ну, не особо-то. И я думаю, мы с тобой сможем что-то сделать. Ладно, ребятки. Посмотрим, что и как, куда и как нас выведет этот дорожечек. А надеюсь, все будет хорошо. Сложное начало, но в целом справились. Могли, конечно, чуть пораньше до битвы замириться. И было бы проще. Но вот что-то я как-то сглупил, на самом деле. Не знаю, не подумал, что достаточно будет выделить им Германияна лишь. С которым мы сейчас можем засоюзничаться. И потом просто кинуть и уничтожить. И все. Вообще будет идеально. Ну, ладно. Всем спасибо. Не забудь поделать лайком, комментарием, советом. И всем до скорых встреч. Пока.